Мы им дарим цветы, подарки, говорим, как они нам важны, нужны, как мы их любим. И в их глазах мы можем читать счастье и радость, и бескраничную любовь к ученикам. Учителя в этот день, они не такие обычные, они все очень красиво одеты, они очень добрые. С такого необычного подарка, ролика, начался праздник в честь Дня Учителя. Педагоги, воспитатели, руководители школы, детских садов в центре внимания. Вы сможете наполнить их багаж знанием, которое преодолеют, и ЕГЭ преодолеют, и другие испытания. Но самое главное, воспитайте их гармонично, развитыми человеками, людьми, за которым будущее наш район, нашей большой и малой родиной. Дорогие учителя, преподаватели, от себя лично, от администрации Воскресенского района, поздравляю вас с праздником. Желаем счастья, здоровья, благополучия, чтобы у вас всегда все было хорошо. Учите я вас песню пою, учите я вас благодарю. Но все, что связано с новым, с мечтательным, с творческим, всегда находилось в учительстве. Я всех вас поздравляю с нашим профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, благодарности, семейного благополучия и просто душевной радости. Особые слова благодарности ветеранам педагогического труда. На вечере также почтили память христиана Христиановича Кремера, которая жизнь посвятила системе образования района. Сейчас в семье Воскресенских педагогов около 5000 специалистов. Каждый старается дать детям знания, развить их физически, чтобы они добивались успехов в образовании, творчестве, спорте. На празднике лучшим педагогам были вручены награды от главы администрации района Мособолдумы, Министерства образования области и Российской Федерации, присвоенные почетные звания. Мы с вами собрались, и это тоже очень важно, прямо день в день. Именно 5 октября было провозглашено ЮНЕСКО Международным Днем Учителя. Я в этот день хочу вас прежде всего поблагодарить за верность в педагогической профессии. Заведующий детским садом «Улыбка» Оксану Курнявцеву наградили дважды. Благодарственным письмом от Мособолдумы и Управления образованием Воскресенского района. У нас выстроена работа по театральной деятельности, по новым современным инновационным технологиям. Изюминка наша в детском саду – это наш девиз. Если дети улыбаются, значит мы работаем правильно. Новый, папа, новый, мы в Алюсики народ. И под подосиновиком каждый живет. С бабочками в дружбе мы с лягушками в ладу. Даже голова стеки нам радует пруду. От почетного гражданина Воскресенского Мария Васильевна Штыркова прозвучала напутствие всему педагогическому сообществу. Мы должны слушать детей. Мы должны их понимать. Это мы думаем, что мы их учим и воспитываем. Это они нас учат, как работать с ними, как их любить, как быть им добрее. Мне хочется вас поздравить не просто с этим праздником, а пожелать вам больше добра. Чтобы вы были добрыми и не только в своей семье, но и к своим близким, к своим ученикам. Потому что то, что мы можем дать в школе, мы не дадим. Каждый год в серии образования происходят изменения. Педагогам приходится соответствовать новым требованиям. Прежде всего, федеральным стандартам. В сложных условиях они не теряют интереса к выбранной профессии. Самым важным, я считаю, быть полезным для детей, для нашего будущего поколения, которых уже не одно выпустили. Я надеюсь, еще не одно выпустим, чтобы было взаимопонимание между педагогом и учеником, между педагогом и родителями. В этом году лицей номер 22 вошел в топ-100 лучших школ Подмосковья. И в этом достижении отчасти заслуга учителю математики Галины Толстовой. 30 лет назад она пошла по стопам старшей сестры. Сейчас с уверенностью говорит, педагогика – призвание всей ее жизни. В этом году у нас электронный журнал заработал в полную мощь. Но, в принципе, это для нас новое. То есть ответственность возросла. Мы постоянно какие-то методики новые вводим. Включаем в свой процесс инновационные технологии. То есть ребят стараемся развивать полностью. Несмотря на электронное новшество, неизменно во все века остается почетная миссия педагога. Все эти добрые, разумные, вечные. Их подопечные – 22 тысячи детей, а это 17% населения Воскресенского района. Ответственность большая, нагрузка огромная. И от лица всех жителей района за это большое человеческое спасибо. Евгения Светлая, Дмитрий Волнов, Воскресенские вести.